Божьи слова на каждый день На данном этапе Бог к тому же обеспечивает, поддерживает, просвещает и ведет человека с тем, чтобы люди постепенно поняли его намерение, осознали слова, которые он произносит, и ту истину, которой он удостаивает человека. Когда люди слабы, когда пали духом, и им не к кому обратиться, Бог использует свои слова, чтобы утешить человека, дать ему совет и воодушевить, так что люди с небольшим духовным ростом могут постепенно найти силы, воспрянуть свои позитивности и начать желать взаимодействовать с Богом. Но когда человек не оказывает послушания Богу или противится ему, или же когда люди проявляют собственную греховность и выступают против Бога, Бог забудет о всяком милосердии, когда будет пороть и дисциплинировать таких людей. Однако по отношению к таким человеческим качествам, как глупость, невежество, слабость и незрелость, Бог проявит толерантность и терпение. Таким образом, в результате всей той работы, которую Бог совершает для человека, человек постепенно становится зрелым, растет и приходит к познанию Божьих замыслов, к познанию определенной истины, к познанию того, что является положительным, а что отрицательным, к познанию того, что есть зло и что есть тьма. Бог не всегда обличает и дисциплинирует человека, как не всегда проявляет толерантность и терпение. Скорее, Он обеспечивает каждого человека по временам в соответствии с различными уровнями духовного состояния людей и их моральными качествами. Бог делает множество вещей для человека ценой больших потерь. Человек вообще не воспринимает этих потерь, как не воспринимает вещи, которые делает Бог. Тем не менее, все, что Он делает в действительности, затрагивает всех людей без исключения. Божья любовь реальна. Посредством Божьей благодати человек избегает одно бедствие за другим, в то время как по отношению к слабости человека Бог снова и снова проявляет свою терпимость. Божий суд и Божье обличение позволяют людям постепенно узнавать о греховности человечества и греховной сатанинской сущности людей. То, что обеспечивает Бог, просвещение человека с Его стороны, Его водительство, все это позволяет человечеству все больше и больше познавать сущность истины. Все в большей степени узнавать о том, что нужно людям, по какому пути им следует идти, ради чего им следует жить, познавать ценность и значение их жизни, а также узнавать о том, как идти по лежащему перед ними пути. Все вещи, которые делает Бог, неотделимы от Его изначальной цели. Стало быть, в чем состоит эта цель? Знаете ли вы, почему Бог использует данные способы, чтобы совершить свою работу над человеком? Каких результатов Он хочет достичь? Иначе говоря, что именно Он хочет увидеть в человеке и что хочет получить от людей? Что желает видеть Бог, так это то, что человеческое сердце способно к возрождению. Другими словами, те методы, которые использует Бог для работы над человеком, направлены на то, чтобы постоянно пробуждать сердце человека, пробуждать дух человека, чтобы дать понять человеку, откуда произошли люди, кто их ведет, поддерживает и обеспечивает, кто позволил человеку жить до настоящего времени. Эти методы направлены на то, чтобы дать человеку осознать, кто является Творцом, кому им следует поклоняться, по какому пути следует идти людям и каким образом человеку следует представать перед Богом. Эти методы используются для того, чтобы постепенно возродить сердце человека, с тем, чтобы человек познал Божье сердце, чтобы понял Божье сердце и осмыслил ту огромную заботу и помысел, которые стоят за Божьим трудом по спасению человека. Когда человеческое сердце пробудится, люди больше не захотят жить жизнью с тенденцией к вырождению и греховности. Вместо этого они возжелают стремиться к истине для удовлетворения Бога. Когда сердце человека пробудится, люди обретут способность полностью порвать с сатаной, и сатана больше не сможет наносить им вред, контролировать людей и одурачивать их. Вместо этого человек может позитивным образом взаимодействовать с Божьим трудом и его словами, чтобы порадовать Божье сердце, обретая таким образом боязнь Бога и удаление от зла. Это и есть изначальная цель Божьего труда. Субтитры создавал DimaTorzok